Так, ну хорошо, давайте, наверное, начинать. Значит, мы начали изучать свойства сравнения множеств, прежде всего равномочности множеств, и в прошлый раз начали рассматривать счетное множество. Я напомню, что там в частности была доказана такая простая лемма, что подмножество счетного множества, конечное или счетное. Ну, что это, по сути дела, означает? Что среди бесконечных множеств счетные самые маленькие. На самом деле есть еще пара утверждений такого типа, которые очень удобны при доказательствах других фактов. Я их сейчас приведу. Первое такое утверждение. В каждом бесконечном множестве. Есть счетное подможество. То есть это с другой стороны мы смотрим. Подможество счетного, конечное или счетное. Ну и каждое бесконечное на самом деле содержит счетное подможество. То есть у нас мы можем доказать тем самым, что счетное множество не более мощно, чем любое бесконечное. У нас есть инъекция, то это счетное подможество. Доказательство на самом деле очень простое. Раз множество бесконечное, в нем есть какой-то элемент А0. Давайте я какое-нибудь множество Х обозначу. Но мало того, множество Х без А0 не пусто. Потому что множество бесконечное. Если бы других элементов не было, а множество было бы конечное. Давайте возьмем А1 из вот этого самого множества Х без А0. Но Х без А0, А1 тоже не пусто. Потому что иначе множество было бы конечное. Поэтому мы продолжаем такую процедуру. Строим последовательность разных точек нашего множества. Каждая следующая точка отличается от уже построенных. И ее можно выбрать, потому что множество Х бесконечное. Ну и эта последовательность, если на нее посмотреть, она и задает какое-то счетное подможество. Счетное, потому что мы сразу получили элементы этого множества как члены некоторой последовательности бесконечной. А мы уже знаем, что этого достаточно, чтобы утверждать счетность множества. Такое несложное утверждение. С его помощью легко доказать еще удобный факт. Пусть есть Х бесконечное множество. И какое-то А счетное. Давайте даже счетное или конечное. Для приложений нам удобно иметь такое утверждение. Тогда Х равномощно объединению Х и А. Ну тут, на первый взгляд, ситуация более сложная. Последовательностью уже не обойтись. Х может быть каким-то очень большим. Но на самом деле все достаточно просто. По первому утверждению у нас есть некоторое подмножество Х. И мы знаем, что Б равномощно Б в объединении с А. Потому что объединение счетного и счетного или конечного все равно счетное. Вот давайте эту объекцию обозначим как-нибудь. Скажем, Ф. И теперь я построю объекцию уже Х и Х в объединении с А. Она будет задаваться таким несложным правилом. Если Х принадлежит Б, то мы используем объекцию Ф. А если Х не принадлежит Б, мы оставляем Х. Переводим Х в себя. Давайте смотреть, что у нас получается. Действительно, Ж от Х это элемент Х в объединении с А. Потому что Ф от Х отображает Б в Б в объединении с А. А Б это подмножество Х. С другой стороны, каждая... Ну, это инъективно, понятное дело. Потому что это объекция. Это ждественное отображение объекции. Нам нужно проверить всю объективность. Но давайте возьмем какой-нибудь элемент из объединения Б и А. Если он не лежит в Б, то вот он... Его прообраз это он сам. А если он лежит в Б, то тогда у него будет прообраз, потому что Ф объекция. Ну, и если он лежит в А, то же самое. Раз он лежит в А, у него есть прообраз какой-то элемент из множества Б, прообраз при объекции Ф, и это же будет прообраз при отображении Ж. Значит, Ж объекция. Вот такие несложные факты. Они сейчас нам будут удобны, когда мы будем изучать более сложные множества. Значит, ну, в общем, из моего рассказа, я думаю, ясно, что мы счетными множествами, бесконечные множества не ограничиваются. Вообще, это удивительное открытие было. И сейчас мы познакомимся с еще одним примером бесконечных множеств, которые уже отличаются от счетных. Это множество мощности континуума. Вот мы знаем, что конечные последовательности Да даже зачем М? Давайте, чтобы было проще двоичные конечные последовательности. Двоичные конечные последовательности, их счетное количество, счетное множество. Аналогичная задача была в прошлом листочке. Все ее решали. В общем, это не очень сложно. Можно, например, разбить конечные двоичные слова в счетное объединение слов по длине. В счетное объединение конечных множеств. Но вот если мы рассмотрим бесконечные последовательности, то это множество не счетное. И из того, что мы уже доказали, ясно, что оно более мощно, чем счетное множество. Вот это важная теорема и на самом деле важно ее доказательство, потому что идея этого доказательства, так называемый диагональный метод, она очень часто используется в других конструкциях. Теория алгоритма, в логике не обязательно связана с какими-то очень большими множествами. Значит, это просто-напросто бесконечные последовательности нуля и единиц. Извините, а что значит звездочка? Звездочка – это означает все конечные слова. Вот смотрите, 0,1 с n – это означает слова длины n. А как обозначить все конечные слова, всех возможных длин? Ну, есть такое обозначение со звездочкой, оно восходит к теории формальных языков, вам оно может быть сейчас непонятно, но просто примите это как обозначение. Давайте это я напишу, все двоичные слова. А это бесконечная последовательность. Ну, доказательства от противного. Значит, теорема, которую я сейчас хочу доказывать, нет объекции учетом n на вот это самое множество бесконечных двоичных последовательностей. Доказательство такое. Рассмотрим любое отображение из n вот в это самое бесконечные двоичные последовательности. То есть, у нас получается бесконечная последовательность бесконечных двоичных последовательностей. Давайте ее запишем так. Выпишем такую, построим бесконечную таблицу, где строчки как раз отвечают образом натуральных чисел при этом отображении. Ну, и будем как-то нумеровать эти элементы. Вот это такая вот последовательность. Вторая строчка это уже биты из второй последовательности. Ну, и так далее. В n-той строчке будут стоять биты n-той последовательности. Что я теперь сделаю? Я теперь построю, выделю диагональ. Диагональ здесь она хорошо видна, потому что это просто-напросто такая бесконечная, конечно, но матрица. Что такое диагональ в матрице понятно. И построю новую последовательность, которую определю таким правилом. То есть на этом месте будет стоять вот у меня где-то на пересечении n-той строки и n-той столбца стоит какое-то, а n-той столбец. Я беру и инвертирую этот бит. Получаю бесконечную последовательность. Я утверждаю, что эта последовательность не принадлежит образу натуральных чисел. То есть не встречается в нашей таблице. Ведь смотрите, что такое образ? Это те последовательности, которые выписаны в этой таблице по строкам. И вот я утверждаю, что наша b-nt не встретится как строка в нашей последовательности. Ну почему? Потому что смотрите, если посмотрим на какую-то последовательность a-t, у нее есть диагональный член a-t-t, но у b здесь написано другое значение бита. То есть эти последовательности обязательно не совпадают хотя бы в одной точке. Ну значит b не содержится в этом образе. Отсюда мы получаем, что f не сюрреекция. То есть мы доказали, что у нас нет сюрреекции из множества натуральных чисел на множество бесконечных последовательствий. Ну а значит нет и биекции. Потому что биекция с реакцией инъекцией одновременно. И таким образом мы получаем как раз множество мощность континуума. Давайте я повторю. Значит если x имеет мощность континуума, если x как раз равномочна множеству двоичных бесконечных двоичных последовательствий. Это интересная мощность, потому что в нее попадают разные интересные множества возникающие у нас в анализе. в других областях математики. давайте посмотрим на примеры. Первый пример это давайте возьмем отрезок от нуля до единицы. Вот он имеет мощность континуума. Как это увидеть? Идея очень простая, но есть некоторые технические сложности. Давайте записывать числа отрезка в двоичной записи бесконечными двоичными дробями. Мы знаем, что у нас есть отрезок 0,1. Мы знаем, как строить, если у меня есть число какое-то х, как строить соответствующую ему бесконечную двоичную дробь. Берем, чтобы найти вторую цифру. Первая цифра перед десятичной запятой всегда ноль, а дальше мы смотрим, попадает в левую или в правую половину х. Если попал в левую, мы пишем здесь 0. Если попал в правую, написали бы единицу. Теперь берем, делим, соответственно, получившийся отрезок на две части и смотрим, в какую из половин попал х. Но тут он попал во вторую половину, поэтому вторая двоичная цифра будет единица. И дальше мы должны еще раз поделить пополам. Видно, что сейчас он попал в единицу, а если поделить еще раз, получится 0. Вот что-то такое получится. И эти дробления можно проводить бесконечно долго, получится бесконечная дробь. Конечно, в какой-то момент, если х это двоичная рациональность, мы просто попадем прямо, скажем, одна вторая. Мы попали, значит, по моим правилам, правда, у меня получится вот такая вот дробь, в которой одна вторая, я сказал, что если в левую часть, но она правда и правой части принадлежит, вот одна вторая, у нее получается два представления. Либо первая цифра 0, и тогда все остальные единицы, либо первая цифра единицы, и все остальные цифры нули. Возникает такая вот проблема с двоичными рациональностями, что у них есть два представления. Поэтому вот это вот соответствие между x и давайте как-нибудь вот так обозначу двоичные дроби, отвечающие x, это не функция. Двоичным рациональностям отвечает слишком много. Чтобы сделать эту функцию, мне надо что-то выбросить из множества двоичных последовательностей. Давайте назовем плохими двоичные последовательности, которые заканчиваются на бесконечную серию единиц. То есть начиная с какого-то места стоят только единицы. Это вот плохие. Плохих счетное множество. Почему? Ну потому что двоичных слов конечных счетное множество и есть очевидная объекция между плохими последовательностями и конечными двоичными словами. Выписываем конечное двоичное слово и продолжаем его. На самом деле я не прав. Это конечно не продолжаем его вот так. Все-таки чтобы была объекция, нам нужно продолжать не просто последовательностью из единицы, а последовательностью из нуля единиц, потому что мы должны указать, с какого места уже начинаются одни единицы. Ну и тогда пустому слову будет отвечать как раз последовательность, которая только из одних единиц состоит. А с другой стороны вот это вот соответствие, оно функция и даже объекция с множеством хороших последовательностей. вот смотрите, каждому числу я могу сопоставить хорошую последовательность. У меня есть вот такой вот выбор. Я всегда могу выбрать ту последовательность, которая заканчивается бесконечным количеством нулей. Ну если двоичная рациональность, для остальных вообще все однозначно. И это конечно объекция, потому что по такой двоичной последовательности я точку отрезка однозначно восстанавливаю. Ну и тогда мы уже знаем, смотрите, отрезок это континуум вот это у нас объекция, значит я построил уже некоторое континуальное подножство, континуум в объединении с плохими. Но их счетное множество. А мы уже доказали, что для любого множества бесконечного объединения со счетным имеет ту же самую мощность. Ну вот получаем то самое утверждение, которое нам будет. Дальше можно продвинуться чуть дальше, доказать, например, что интервал имеет мощность континуум. я это буду записывать вот так, на самом деле для континуума есть специальное обозначение, но это нужно еврейские буквы писать рукописно, я не умею. Я даже не знаю, как она правильно называется, но и не важно. Но это понятно, почему, потому что смотрите, отрезок 0-10. Что? Ой, извините, я случайно микрофон. Нет, нет, отрезок действительно в чисел и отрезок и интервал не счетный. Про отрезок мы уже доказали, а теперь смотрите, чтобы понять это про интервал, давайте представим отрезок как объединение двухэлементного множества и интервала. мы знаем полемию, которые доказали, что они равномочны, а это равномочно, прошу прощения, отрезок равномочен. А отрезок равномочен нашему базовому множеству из двоичных последований. Вот и все. Значит, теперь можно посмотреть на, скажем, действительные числа. Они тоже, ну давайте я буду пользоваться равномочностью, транзитивностью равномочности, прошу прощения, и вместо того, чтобы выписывать прям множество бесконечных последствий, буду писать, что действительные числа равномочны интервал. На самом деле удобно рассматривать другой интервал. Вот тут равномочность создается очень просто, просто линейной функцией. Значит, что нам нужно? Нам нужно, чтобы f от x равнялась x равнялась прошу прощения, пи на x минус пи пополам. Тогда в нуле это будет минус пи пополам, в единице это будет пи пополам. Ну и линейная функция, она монотонная, поэтому у нас и непрерывная, поэтому у нас возникает взаимнооднозначное соответствие между этими интервалами. Ну а установить соответствие между r и этим интервалом очень легко, удобнее в другую сторону, можно и в эту, но мы знаем, что равномочность симметрична. Какая функция отображает этот интервал на r? Ну, тангенс. Мы знаем из элементарного анализа, что тангенс на интервале от минус пи пополам до пи пополам монотонно возрастает и непрерывный, и принимает все действительные значения. Да, вот тут я вижу, что в чате обсуждают алиф ноль, алиф ноль это действительно счетный, а вот алиф один это не обязательно континуум. Это тонкий вопрос, совпадает ли континуум с алиф один. На самом деле на него можно давать любой ответ. А континуум гипотеза, да, вроде? Да, это как раз знаменитая континуум гипотеза. Вы можете считать, что алиф один это континуум, и у вас получится одна теория множества, можете считать, что алиф один это не континуум, получится другая теория множества. Ну, со всеми стандартными аксиомами теории множества, которые есть. Поэтому континуум обозначается чем-то вот типа буквы С, но я не знаю, как в еврейском алфавите называется буква, похожая на С, и как она рукописно пишется, я тем более не знаю. поэтому я не рискую. По желанию в техе можно выбрать еврейский алфавит и все это набирать, но как это называется, я не знаю. Я недостаточно много занимался теорией чисел, чтобы это изучить. У меня даже готические буквы рукописные писать плохо у меня. нет, не буду мучиться, я хотел написать готическую А, но я уже забыл, как это делается. В свое время этому учились все, потому что в статьях надо было, пока статьи набирались на машинке, все формулы вписывались от руки, и там были специальные таблицы, как писать греческие буквы, латинские и готические, потому что математики используют много алфавитов. Но я это тоже лет 30 не видел этих таблиц и все забыл, естественно. Хорошо, значит, вот мы построили примеры. Есть на самом деле еще два важных примера, которые очень легко у нас соответствующие объекции были. Вот давайте я напишу как 2 в степени n это подмножество натуральных чисел. Я буду обозначать 2 в степени x множество подмножество некоторого множества. Ну, это равномочное множество действительных последовательностей. Это мы знаем, как, это просто надо, вот если у нас есть множество x, мы ему можем сопоставить такую последовательность. а и t равняется единице, если и принадлежит x, и 0, если и не принадлежит x. Ну, и другими словами, на самом деле, я задал просто-напросто функцию из натуральных чисел в 0, 1. Это и есть индикаторная функция множества. В комбинаторике мы использовали эти объекции стандартные, что слова длины n равномочны под множеством множества от 1 до n, а те равномочны функциям с этого множества 0, 1. Это такие стандартные объекции и они, конечно, справедливы для любого множества, то есть все такие множества равномочны. Бесконечные последовательности равномочны. Ну, последовательность это значит, что у нас n, а под множество множества x равномочны функциям из x 0, 1. Вот это беция есть вообще для любого множества. это такие еще важные примеры. Ну, как важные, стандартные, я бы даже сказал, примеры, которые удобно использовать, если вам нужно понять, является ли какое-то множество континуальным, надо устанавливать объекцию с чем-нибудь и проще это сделать вот с чем-нибудь стандартным. и конечно вот этот набор, который я привел, это вот некоторые стандартные множества мощности континула. Теперь интересный пример, я его даже назову теоремой. Что будет, если мы возьмем Декартово произведение? Ну, давайте мне удобно прям брать вот это базовое множество. То есть, возьму пары бесконечных последовательств. На самом деле, их столько же, сколько всего последовательств. То есть, это Декартово произведение множество мощности континуум равномочна континууму. Ну, в частности, как следствие, мы получаем, что давайте только не действительные числа, а прям как это было в истории науки, что квадрат равномощен отрезку. Вот это факт был очень важным для развития теории множеств. Йорг Кантер долгое время какой первый символ, только теперь уже в какой последней строке наверное добавился? Там, наверное, где функция была вот индикаторная? Где индикаторная функция, последний символ и, конечно, это, прошу прощения, он не последний. Нет, нет, пониже, вот где вы прям написали что-то, двоеточие из n в 0,1. Тогда, наверное, а, первый, 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 все, сейчас я, я неправильно прочел комментарий в чате, искал последний символ, это просто буква А, но я построил последовательную историю, как назвать соответствующую функцию. А. Да, так вот, возвращаясь к равномощности отрезка и квадрата, когда Кантер начал развивать свою теорию, у него все хорошо получалось, но он был уверен, тогда люди были озабочены тем, как определить размерность в общем случае. Это не очень простое понятие, действительно, и что такое размерность множества, сейчас есть много разных ответов, на таких более-менее разумных множествах они совпадают, а на неразумных некоторые просто не работают, а некоторые дают разные ответы. И это, конечно, это, конечно, было такой целью Кантера, что вот его наука позволит определять размерность. Он был уверен, что квадрат неравномощен отрезку. И лет семь пытался это доказать. Потом в какой-то момент по-видимому его осенило, что неравномощен, я думаю, что доказывал он это очень быстро. То есть, в общем-то, опыт показывает, что там школьники, которых начинают учить основу теории множества, этот факт доказывают. Ну, там за какое-то разумное время, то есть, ничего сложного нет. Сейчас мы увидим, на самом деле, удобно использовать именно двоичные последовательности, потому что, смотрите, вот у меня есть пара двоичных последовательностей, я и хочу сопоставить какую-то одну двоичную последовательность. Как это сделать? Ну, давайте выпишем элементы этих последовательностей. У меня есть одна бесконечная последовательность, есть другая. Я думаю, вы догадываетесь, как выписать последовательность С. Надо просто чередовать элементы этих пар. И мы получаем объекцию. Почему? Потому что, смотрите, по паре я, конечно, однозначно строю пару. И это отображение, естественно, субъективно, потому что, если у меня есть бесконечная последовательность, я могу взять просто последовательность, которая стоит на нечетных местах, на четных, и сделать пару. Ну, и оно инъективно, потому что, если у нас, ну, прообраз, очевидно, находится, то есть, тут просто проще даже проверить, построить обратное отображение. Действительно, взяли бесконечную последовательность, выбрали те члены, которые стоят на нечетных местах, они образуют первую последовательность в паре. Те члены, которые стоят на четных местах, образуют вторую последовательность в паре. Ну, вот и все. Таким образом, то, над чем Кантер думал очень долго, имеет очень простое решение, но для этого надо уже иметь полностью построенную эту теорию, а он это все Только придумывал, поэтому ему было, конечно, намного сложнее. Хорошо, значит, теперь пора сдвинуться дальше и перейти к некоторым общим вопросам, относящимся к сравнению множеств. Вот смотрите, у нас была равномочность, а было такое вот, давайте его как-нибудь меньше либо равно, обозначу отношение, что мощность А не больше мощности В, и это означает, что существует инъекция из А в В. Нам бы хотелось, чтобы это отношение, ну, отношение в таком неформальном смысле, я напомню, что у нас есть проблемы называть это по-настоящему отношению, чтобы так же, как равномочность была отношением эквивалентности, чтобы вот это было отношением порядка. Но для этого, как минимум, согласованным соотношением равномочности, для этого, как минимум, хочется уметь доказывать вот такой факт. Я его прямо сейчас напишу. У нас же может случиться так, что есть инъекция из А в В, есть инъекция из ВВА. Довольно легко примеры построить. Что это означает с точки зрения порядка? Ну, на самом деле, это означает, раз А меньше либо равно В, и В меньше либо равно А, для обычного порядка это должно означать, что А равно В. Ну, здесь равенство, конечно, никак невозможно, множество очень много, но если считать, что мы рассматриваем мощности, то есть, когда мы пишем вот эти неравенства и равенства, мы имеем в виду мощности, то это должно означать, что А и В равномочны. Вот этот факт, он, конечно, существенен, потому что тогда мы можем вот с этими сравнениями работать примерно так же, как со сравнениями в порядках. Потому что транзитивность, конечно, выполняется. Если есть инъекция из А в В и есть инъекция из ВВС, то, разумеется, композиция будет инъекцией из А в С. Ну, вот этот факт, это, по сути дела, антисимметричность, вот тот, который написан. Ну, а рефлексивность, очевидно, потому что А с А даже равномочна. Значит, эта теорема имеет традиционное название теорема Канта Робертштейна. На самом деле, это название устоялось в литературе, оно обычно и используется, но нужно понимать, что это не означает, что первыми эту теорему придумали Канта Робертштейн. Я сейчас даже забыл фамилию человека, который первым публиковал. Что? Шварц, по-моему. Нет, по-моему, все-таки не Шварц, а, мне хочется сказать, что это не тот человек, вот, это бывший канцлер Германии, а Штаудер, по-моему. Ну, в общем, вы можете посмотреть в черновике нашего учебника, собственно, он уже и напечатан, можно посмотреть в книжке, вот. Ну, в черновике тоже эти слова есть, я просто не помню, потому что специально сам не занимался историей математики. Но вообще есть общий принцип, который называется принципом Арнольда, что все теоремы носят имена не тех, кто их первыми придумал. Это он, Арнольд, смачно иллюстрировал на стандартных теоремах анализов. Что ряд Тейлора придумал Ньютон, формулу Ньютона Лейбница придумал Барро, теорему Барро доказал Ферма и так далее. Там длинный список, можете найти в интернете соответствующую книжку Арнольда, действительно выглядит очень поучительно. Но, как бы то ни было, названия устоялись. Сейчас, конечно, мир так изменился, что люди очень обеспокоены всякой справедливостью, в том числе исторической, и некоторые стандартные теоремы пытаются переименовывать, но это очень трудно. Переименовать ряд Тейлора практически невозможно. Ну и теорему Кантера-Бенштейна. Это чуть проще, но все равно трудно. Итак, давайте ее докажем. Значит, то есть, что у нас есть? У нас есть две инъекции. Из множества А, множества В и из множества В, множества А. Отсюда мы должны установить, что существует биекция между этими множествами. И для доказательства этой теоремы мне уже последовательности никак недостаточно, потому что, какие уж тут последовательности, нужны какие-то инструменты для рассуждения. И этими инструментами будут графы. Вы скажете, что за дела, а графы на конечных множествах определились. То есть, на самом деле, все определения, которые мы делали с графами, можно перенести на бесконечное множество. Никакой проблемы не будет. То есть, под графом я понимаю, в общем-то, просто-напросто бинарное отношение, которое можно определить на любом множестве. Но мне будет удобна именно терминология графов, потому что, смотрите, давайте на объединении множеств А и В рассмотрим такой граф. Вот если у меня есть точка Х, принадлежащая А, из нее ведет стрелочка в точку F от Х. Я прям стрелочку обозначу буковкой F. А, да, и еще давайте договоримся, что тут есть некоторая вещь, которую я не обсудил. Я буду считать, что эти множества не пересекаются. Ну, теорему мы хотим доказать для произвольных множеств, как из двух множеств сделать не пересекающиеся. Ну, нужно, например, рассмотреть Декартово произведение множества 0,1 на А, Декартово произведение множества 0,1 на В, и взять в качестве множества равномочного А множество 0 умножить на А, в качестве множества равномочного В взять 1 умножить на А. Эти множества равномочны А и В, соответственно, если есть инъекция из А в В, есть, конечно, инъекция из такого множества, мы просто приписываем каждому элементу А какой-то символ. Просто к А и В, к элементам А и В мы приписываем разные символы. Даже если А и В совпадали, после такой процедуры они перестанут совпадать, потому что первый символ заведомо их различает. Мне это будет существенно, потому что у меня как бы двудольный граф фактически получится. Будет доля А, будет доля В, и стрелки будут вести... Из А в В будет вести стрелка, отвечающая Ф, а из... Б в А будут вести стрелки, отвечающие Ж. Давайте на этот граф посмотрим. И вначале забудем про стрелки, посмотрим на компоненты связности. Как могут быть устроены компоненты связности такого графа? Ну, понятно как. Вот если мы начнем с какой-то вершины, что у нас... Какие у нас есть возможности? Вот какие типы вершин возможны? Ну, давайте рассмотрим множество А. Только выходит стрелка. Стрелка выходит, стрелка заходит. Что еще может быть? Может быть, что стрелка только заходит. Вот не может быть, что стрелка только заходит, потому что у нас есть инъекция. Выходящая стрелка есть всегда. Соответственно, для множества В... То есть вот есть два таких разных случая для элементов А. Либо в него ничего... Оно не принадлежит про образу инъекции Ж, но оно всегда входит в область определения инъекции Ф. Поэтому стрелка обязательно выходит. А в множестве В есть, соответственно, два других ситуации. Стрелка опять-таки выходит. И стрелка заходит, выходит. Тут просто разные буквы. Ситуации совершенно симметричные. И если мы начнем с какой-то вершины. Двигаться по стрелкам. То у нас, возможно, какие ситуации? Возможно, цикл. Причем четные длины. У нас же элементы А и В чередуются. Поэтому цикл, возможно, только четные длины. Возможно, цепочка бесконечная. Причем они могут быть разных типов. Одна цепочка может начинаться в А, другая может начинаться в В. И что может быть? Если смотреть только вперед из каждой вершины, то больше ничего быть не может. Но мы можем также смотреть назад. Вот смотрите. У нас есть, конечно, вершины, на которых сдвинуться против стрелки мы не можем. Потому что просто нет входящей стрелки. Но есть вершины, где мы сдвинуться можем. Вот если мы еще посмотрим на то, куда сдвигаться против стрелок, то получится двусторонняя цепочка. Которая нет ни начала, ни конца. Ну, если мы начали с какой-то точки Х, сдвигаемся против стрелок и дошли до тупика. Но это тот же самый случай, что бесконечная, давайте тут помечу, односторонняя цепочка. Заметьте, что цикл просто конечен. А когда я строю эту цепочку, у меня возникает что-то счетное. Потому что здесь это, естественно, сопоставить натуральные числа 0, 1, 2 и так далее. А здесь, естественно, сопоставить целые. Ну, где-то выбрать 0, минус в одну сторону, плюс в другую сторону. В любом случае, это счетное множество. То есть мы, наши большие множества, произвольные какие-то бесконечные множества, они не обязательно счетные. Но мы их вот так вот расслоили на счетные части. Причем тут части пока множество А и Б чередуются. Надо понять, как именно это происходит. Ну, давайте посмотрим вначале на цикл. Вот что означает, допустим, этот элемент принадлежит А. Тогда следующий элемент должен принадлежать Б. Потому что по стрелке из А мы можем выйти только по Ф. А следующий элемент снова должен принадлежать А. Потому что по стрелке из Б мы можем выйти только по Ж. А здесь будет похоже, вот следующий, если начинаем с А, то следующий Б, потом А и так далее. Просто потому что у нас, вот посмотрите, у нас других стрелок нет. Ну, и здесь то же самое. Здесь множество чередуется. Если какой-то элемент принадлежит А, то следующий принадлежит Б, а предыдущий должен принадлежать Б. И у нас на этих стрелках написаны буквы, какая из инъекций используется. Давайте теперь соберем биекцию. По отдельности на каждых вот этих вот группах. Значит, ну, если есть цикл четной длины, выберем паросочетание. Мы в любом случае будем выбирать паросочетание. То есть, скажем, если... Давайте я нарисую для простоты цикл длины 4. Я хочу строить биекцию из А в Б. Тогда я выбираю вот такое. То есть, вот этому элементу А будет сопоставлено. Вот этот элемент, который по циклу получается. Этот я использую Ф. Я мог бы использовать и Ж только в обратную сторону. Скажем, вот этому элементу сопоставлять Ж в минус 1. И этому сопоставлять Ж в минус 1. На цикле. На цепочке уже сложнее. Если цепочка начинается с элемента А, то соответствующее паросочетание, которое будет задавать биекцию, оно уже определяется только элементами Ф. Ну, у меня чередуются, как я сказал, А, Б, А, Б. И я беру вот... Начало цепочки отображаю следующий элемент. Потом уже беру следующий элемент. Он принадлежит А, отображаю тоже, как написано в цепочке. И получаю такую вот биекцию между теми элементами А и Б, которые входят в эту цепочку. Ну, в бесконечной цепочке все совершенно аналогично. Тут можно использовать опять-таки и в одну, и в другую сторону. То есть, можно использовать для биекции ВА, Б, либо Ф. Тогда у нас получится вот такое вот соответствие. Либо Ж в минус 1. Тогда получится еще одно паросочетание. У нас в каждом из трех типов образовавшихся компонент связанности есть совершенное паросочетание. И оно задает биекцию. Вот это в сущности есть доказательство теоремы Кантера-Бенштейна. Заметьте, что это доказательство позволяет нам построить биекцию, прям выбирая куски. То есть, у нас биекция, она задается именно так, что вот мы переводим. Значит, заметьте, что Ж в минус 1 нам иногда использовать нужно. Вот я не закончил рассуждение. Если бесконечная цепочка начинается с В, то как устроить биекцию из А в В? Мы должны такие вот идти, вот тут Ж написано, мы должны использовать Ж в минус 1. На случай этой цепочки, так это нужно, это мы пропустим. В случае этой цепочки мы должны двигаться именно по Ж в минус 1. То есть, мы используем для определения биекции либо из А в В, либо Ф, либо Ж в минус 1. Нужно, в принципе, и то, и другое в общем случае. Но ничего больше мы не используем. Отсюда, в частности, получается такой, можно доказать такой красивый факт. Квадрат и круг можно разбить на две подобные части. То есть, вот есть квадрат, я его как-то бью на части А1, А2. Есть круг, я его бью на части В1 и В2. То есть, квадрат это объединение А1 и А2, дизъюнтное объединение. Разбить. То же самое для разбиения кругом. И при этом А1 подобно В1, а А2 подобно В2. То есть, видите, разница между формой квадрата и круга, она не такая уж существенная. Можем разбить на подобные части, склеить, и получится. Доказательство очень простое. Смотрите. В квадрате можно нарисовать маленький круг. Значит, у нас есть инъекция. Все круги подобны просто преобразованием подобия. У нас есть инъекция, которая является преобразованием подобия внутрь квадрата. Но то же самое верно и для круга. Мы можем нарисовать маленький квадратик. И опять-таки будет преобразование подобия, которое отображает квадрат в круг. То есть, мы получаем ситуацию Кантера-Бенштейна. Есть два множества, квадрат и круг. И мы отображаем одно в другое. Теперь, что вот это за разбиение? Ну, мы когда строим биекцию, мы выбираем соответствие, либо, если я строю биекцию квадрата на круг по теореме Кантера-Бенштейна, я выбираю либо F стрелочку, либо G в минус первой стрелочку. Вот это и будет разбиение. Те точки круга, квадраты, извините, которые используют F стрелочку, то есть вот эту вот стрелочку, F это G. Мы будем в A1 отправлять, а те, которые используют вот эту вот стрелочку обратную к G в минус первой, будем отправлять в A2. И поскольку стрелочки отвечают преобразованию подобия, образ будет подобен. То есть, образ A1 будет подобен, то есть, если B1 это образ A1, ну, можно написать обратно, что A2 это образ предображения G, B2. F и G это преобразование подобия, поэтому эти части как раз подобны. Вот и доказательство. Странный факт, но тем не менее. На самом деле, опять-таки, мне сейчас лень рисовать красивую картинку. Есть более элементарное решение, которое строит эти части явно. Можете попробовать его найти, можете в книжке посмотреть. Но это такой просто забавный, скорее, пример, который показывает, что, в общем-то, разбиение на части больших множеств, которые имеют хотя бы мощность континуум, это вещь довольно опасная. И это имеет куда более яркие приложения. Но это тоже, согласитесь, очень странно выглядело. Но вообще-то теорема Кантера-Бирштейна, я напомню ее формулировку, она очень важна, потому что она сильно упрощает доказательства равномочности. Вот смотрите. Чтобы доказать равномочность двух множеств, нужно строить биекцию. Биекция требует двух свойств, там, правила какие-то достаточно сложные. Построить инъекцию очень часто бывает проще, в одну и в другую сторону. То есть, чтобы доказать равномочность двух множеств, можно доказать, что есть инъекция из первого во второе и из второго в первое. И дальше уже не мучиться с построением биекции, а просто сослаться на теорему Кантера-Бирштейна. Давайте какой-нибудь простой пример рассмотрим. Утверждение. Рассмотрим функции из натуральных чисел в натуральные. И это множество имеет мощность континула. Смотрите, что я сделаю. Я возьму функции. Это функции из n в 0,1. Мы знаем, что они имеют мощность континула. С другой стороны, это же функции из натуральных чисел в натуральные. Значит, у меня возникает инъекция из континуума в наше множество. Ну и теперь надо построить другую инъекцию. Наше множество нужно инъектировать в континуум. Чтобы взять в качестве этого континуума, давайте возьмем множество подножеств Декартового произведения n и n. Это континуум. Ну, мы знаем, что пары натуральных чисел равномочны натуральным чиселам. Значит, это то же самое, что подножество счетного множества. А как построить такую инъекцию? А очень просто. У нас есть функция из n в 0. И есть ее график, который как раз подножество Декартового произведения n и n. Вот это вот отображение – это инъекция. Потому что по графику функция восстанавливается однозначно. То есть, смотрите, я не стал строить какую-то объекцию, скажем, функции из натуральных чисел в натуральные, с каким-то континуальным множеством, которое я уже знаю. Это сделать можно, но это довольно хлопотно. А вместо этого я построил две инъекции. Это гораздо проще. Одна очевидная. У нас множество континуума вкладывается вот в это множество. Но и обратно это не очень сложно. Я просто представил себе функции, понял, что функция однозначно задается графиком. А график функции из n в n – это подножество Декартового произведения n. Ну, вот и все. И мы уже доказали нужное нам утверждение. Никакой явной объекции не строили. Мы здесь сослались на теорему Канта-Робинштейна. Вот очень важно понимать, что ссылка на теорему Канта-Робинштейна, она в этих ситуациях важна. То есть, это все-таки факт очень неочевидный, что есть такое соответствие. И просто построить две инъекции и ничего не сказать – это рассуждение подвисает. Нужно всегда ссылаться, почему это так. Хорошо. Значит, это мы разобрали с теоремой Канта-Робинштейна. И теперь я хочу доказать уже теорему, которая просто называется теоремой Канта-Робинштейна. Реально, когда я диагональный метод вводил, диагональные рассуждения приводил, это тоже часто называют доказательством Канта-Робинштейна. Для любого множества Х, необязательно еще одного, Х и подмножество Х неравномощны. Ну, при этом ясно, что есть инъекция из Х в подмножество Х. Я каждому элементу Х могу сопоставить одноэлементное подмножество. Это будет инъекция. То есть, множество подмножеств, множество Х более мощное. Отсюда у нас получается целая иерархия бесконечных мощностей. Н более мощное континуум, который подмножество счетного множества. Но если я рассмотрю подмножество континуального множества, это будет еще больше и так далее. Вот это вот следствие из теоремы Канта. Давайте докажем. На самом деле, теорема Кантера доказывается, ее доказательство это тоже называется диагональным методом. Это просто его другая инкарнация. Поэтому мне и хотелось бы обязательно его привести. Смотрите, как мы будем рассуждать. Так же, как у меня было. Пусть у меня есть какое-то отображение из Х в 2 в степени Х. То есть из множества Х, множества подножств. То есть каждому элементу Х я сопоставляю некоторое подножство, которое я и буду обозначать F от Х. Это подножство Х. Я хочу доказать, что F не сюрреекция. Но этого достаточно. Тогда Х и подножство Х неравномочны, потому что если нет даже сюрреекции, то тем более нет беекции. И доказательства, в принципе, очень похожи. Давайте построим явно множество, которое не принадлежит образу F. Это множество таких Y, что Y не принадлежит образу Y. Не принадлежит. Напоминает диагональ. Слева и справа в отношении стоит Y. F от Y это какое-то множество. И вот нас интересуют те Y. Это, разумеется, подножство Х. Нас интересуют те Y, которые не входят в образ Y. Я хочу доказать, что Y не равен F от Z для любого Z. Ну, действительно. Смотрите. Давайте посмотрим на Z. предположим, что Z принадлежит F от Z. Тогда Z по определению не принадлежит Y. Согласны. Потому что Y это только те элементы, которые не входят в свой образ. Значит, F от Z без Y не пусто. Мы указали элемент, который различает эти множества. Давайте теперь посмотрим. Пусть Z не принадлежит F от Z. Что это означает? Означает, что Z принадлежит Y. По определению множества Y. Ну, и тем самым мы указали элемент, который различает наше множество. На этот раз мы указали в Y элемент, который не принадлежит F от Z. В любом из двух случаев эти множества различаются. То есть, вот такое множество Y – это аналог той строчки B, которую я строил в счетном случае. Оно не принадлежит образу F. Ну, и отсюда у нас получается та самая теорема Кантера. Итак, мы видим, что у нас множество имеют очень разные мощности. А, да, следствие. Я обещал и чуть было не забыл. Множество всех множеств не существует. Это прямое следствие из теоремы Кантера. Ведь, смотрите, если множество было бы множеством всех множеств, оно бы содержало и множество, состоящее из всех подножеств этого множества. Оно же вообще все множества содержит. Но тогда было бы неверно, что... Тогда, ну, по теореме Кантера и Бенштейна, оно оказалось бы равномочным. То есть, множество всех множеств обязано быть равномочным множеству под множество этого множества. Что невозможно по теореме Кантера. Значит, множество всех множеств не существует. И я начинал с более простого парадокса Рассела, но вот это рассуждение показывает, что множество всех множеств не существует. И вообще нам нужно быть очень аккуратными, когда мы рассуждаем о больших совокупностях элементов. Не все они множество, нужно как-то это различать. Для этого существует формальная теория, как я уже говорил. И в этой теории есть очень важный момент, относящийся к мощностям. Смотрите, что мы доказали фактически? Мы построили равномочность. Это аналог отношения эквивалентности. Для него выполняют свойства отношения эквивалентности, хотя никакого отношения у нас равномочность не задает. Есть сравнение по мощности, что есть инъекция из А в В. Это с точностью доравномочности, это свойство как у отношения порядка. Вот теорема Кантера-Бирнштейна как раз позволяет нам в этом убедиться. Транзитивность вообще просто, рефлексивность просто, а антисимметричность теорема Кантера-Бирнштейна. И вот естественный вопрос, раз мы сравниваем множество, любые или два множества сравнимы. Ну, то есть фактически нам нужно доказать, что либо есть такая инъекция из А в В, либо есть инъекция из В в А. Это означало бы, что наш порядок на множествах, он линейный, что, конечно, было бы очень хорошо. И такой естественный вопрос. На самом деле, ответ на него оказывается трудным. Давайте подумаем, как доказать, что любые два множества сравнивают. Ответ положительный. Ну, как это доказать? Вот есть два множества. Как построить инъекцию одного множества в другое? Если есть обе инъекции, то они равномочные. Такой вариант тоже, возможно, сравним и равномочен. Ну, совершенно непонятно. Пока множество были счетные, у нас были какие-то процедуры, какие последовательного построения. То есть, по сути дела, мы использовали индукцию. И вот оказывается, и это очень интересно, и, на мой взгляд, эта история очень поучительна. Потому что, конечно, сама по себе теория множеств это довольно экзотическая математическая теория. У нее явных приложений, разумеется, нет, потому что даже множество мощностей континуума сомнительны, а уж каких-то невероятно больших мощностей, которые любят специалисты по теории множества, вообще непонятно, где брать. Но сама по себе ситуация, она, на мой взгляд, очень полезна. И некоторые ее аналоги возникают в совершенно прикладных вопросах. У вас возникает... Вы изучаете какие-то вещи. У вас возникает... Вы про них мало что знаете, но вы можете сформулировать какие-то простые их свойства. И вам хочется дать ответ на какой-то естественный вопрос, что из этих свойств что-то следует. И как это сделать, если у вас нет возможности глубоко проникнуть в ту ситуацию, которую вы изучаете? Оказывается, есть масса разных способов действия. И вот ответ на этот вопрос, он очень поучителен, потому что аналогично можно поступать во многих случаях. Мы знаем, что для счетных множеств нам помогает индукция. Чтобы разобраться с произвольными множествами, нам надо обобщить индукцию. Трансфинитная что-то? Ну да, это называется трансфинитная индукция, но мы до нее дойдем. На самом деле, обобщение, о котором я хочу сегодня рассказать, оно даже более общее. Оно не только для этого вопроса нужно. И оно оказывается полезным. Это вот такая странная особенность математики, что пытаясь решить один вопрос, совершенно отвлеченный, можно получить очень удобное понятие, которое позволяет на какие-то более приземленные вопросы давать ответы. Давайте, чтобы обобщить индукцию, я сформулирую индукцию по-другому. Обычную индукцию. Вы знаете, что в индукции всегда есть индуктивное предположение и база. Давайте сформулируем это без базы. Пусть у нас есть утверждение натуральных числа. Если для любого n верно, тут я напишу индуктивное утверждение, для любого m меньше n верно, а m отсюда следует a n. То есть, если для любого n индуктивное утверждение, оно всегда имеет вид такой условный, что если что-то выполняется, индуктивное предположение, тогда выполняется и для нашего числа. То есть, если для любого числа меньшего данного верно, что выполняется утверждение a, то тогда a выполняется и для n. Так вот, если это верно, то a от n верно для всех n. Это та же самая, на самом деле, индукция. То, что я убрал базу, это некоторый технический прием. Потому что, смотрите, если я возьму 0, то как, что значит, для 0 должно быть верно это утверждение. Для любого m меньшего 0 верно a от n. Это истинное утверждение. Ну, таких m просто нету, но это и означает, что оно истинное. Раз посылка истинна, значит, заключение должно быть истинное. Значит, а от 0 должно быть истинное. То есть, фактически, эта формулировка индукции без базы, она не отличается от обычной формулировки. А от 0 неминуемо должно быть истинное. Так вот, рассуждение такого типа, заметьте, что в этой формулировке мы использовали порядок на натуральных числах. Вот рассуждение такого типа можно перенести на более общие порядки. Это некоторое продолжение темы порядки, которая у нас была в прошлом семестре. Но оно вот, естественно, сюда помещается. Вот давайте я напишу три свойства порядка. Не обязательно линейного, кстати, порядка. Первое свойство. Каждое не пустое подношество имеет минимальный элемент. принцип наименьшего числа, еще это называется, для натуральных чисел. Второе. Все убывающие цепи конечны. То есть, если вот я строю последовательность, в которой каждый следующий элемент меньше всех предыдущих, то она обязательно конечна. ну и наконец третье. Для П выполняется индукция без базы. Ведь смотрите, вот моя формулировка утверждения про индукцию без базы, она использует сравнение. Если я буду говорить не о натуральных числах, а об элементах какого-то порядка, вот давайте я теперь подправлю то, что у меня здесь написано. утверждение об элементах порядка П. А больше ничего менять не нужно, потому что сравнение у нас есть. Вот оказывается, что возможность индукции без базы, она равносильна вот этим двум уже структурным утверждениям порядки, что каждая непустая подножка имеет минимальный элемент, и все убывающие цепи конечны. Давайте это докажем. У нас, я надеюсь, хватит времени, тут все не очень сложно. Давайте доказывать по очереди. Скажем, докажем, что из 1 следует 2. Ну, мы знаем, что это равносильно по контрапозиции тому, что из не 2 следует не 1. Давайте посмотрим, что такое не 2. Это значит, что у нас есть бесконечная убывающая цепь. Ну, тогда, если я возьму множество состоящее из всех аитых, не содержит минимального элемента. Такое множество. Для каждого элемента аитого я могу указать меньше его. Значит, в этом множестве нет минимальных элементов. Давайте в другую сторону. Из 2 давайте выведем 1. Опять-таки, контрапозицию смотрим. Если не 1, то нужно доказать, что не 2. Так вот, пусть а не содержит минимальных элементов. Возьмем а0. Раз он не минимальный, есть какой-то меньше его по определению минимальный. Но и этот не минимальный, значит, есть еще и какой-то меньший а1. Но и следующий не минимальный. И так далее. То есть, у нас будет получаться последовательность. Каждый элемент в последовательности не минимальный. Значит, мы можем выбрать элемент, который меньше. Ну, вот и получили бесконечную убывающую цепь. потому что множество а нет минимальных элементов. мы можем так вот неограниченно долго это продолжать. Ну, теперь нужно доказать принцип индукции. Давайте выведем из 1 выведем индукцию. то есть, у меня вот три утверждения. Я уже доказал равносильность первого и второго. Сейчас я хочу доказать, что из первого следует третье. Ну, давайте смотреть, значит, что мы хотим. То есть, у нас в каждом множестве есть наименьший элемент. И мы хотим доказать, вот пусть у нас есть а, некоторое утверждение, утверждение, для которого выполняется индуктивное предположение. Давайте рассмотрим множество тех элементов P, для которых A от P не выполняется. мы вообще хотим доказать, что оно пустое. Предположим, что оно не пустое. Предположим, что у нас есть некоторый элемент. Предположим, что оно не пустое. Тогда в нем есть, я, кстати, да, не пустое множество, я сказал, это важно, в пустом множестве нет меньшего элемента. Значит, пусть X0 минимальный. не наименьшего минимального. Для X0 верно следующее, что если Y меньше X0, то Y не принадлежит X. Значит, A от Y истина. Мы же взяли, выксключили всех, для которых не истина. Но тогда смотрите, индуктивное предположение для любого Y меньшего X0 A от Y. Это индуктивное предположение, отсюда следует, что должно выполняться A от X. Приходим к противоречию, потому что X0 A от X0 ложно. Ну и теперь для завершения доказательства мне нужно из индукции вывести что-нибудь. Индукция. Ну давайте тоже первое выведем. То есть у меня доказательство будет вот таким. Я доказываю равносильность свойства, что каждое подможество содержит наименьший элемент. Итак, мы предполагаем, что для порядка выполнена индукция без базы и хотим доказать, что в каждом множестве есть наименьший элемент. Ну и какое-то значит взяли какое-то множество порядка нужно выбрать какое-то свойство. давайте возьмем такое свойство. А от х будет означать, что х не принадлежит х большому. давайте предположим, что х не содержит минимального. Я хочу отсюда вывести, что выполняется индукция для А. Полняется индуктивное предположение для А. Ну почему так? Представьте, что А от у истинно для всех у меньших х. то есть что это означает? Это означает, что у не принадлежит множеству х большого. Но тогда если х при этом принадлежал бы х большому, отсюда бы следовало, что х минимальный. Просто по определению, что значит х минимальный? Значит что для всех меньших все меньшие в это множество не входят. значит х а их нет. Минимальных нет. Значит х не принадлежит х большому. Но это и означает, что выполняется наше утверждение для х. То смотрите, индуктивное предположение. Если для всех меньших у, для всех у меньших х а от у истинно, то тогда истина и а от х. Вот мы его сейчас доказали. для вот конкретно такого утверждения. Но мы предполагаем, что принцип индукции выполняется, поэтому получаем, что мы получаем. Мы получаем, что а от х истинно, по принципу индукции, истинно для всех х. То есть х большое просто-напросто пусто. Про каждый элемент мы знаем, что истинно, что он не принадлежит х. Значит, пустое множество всегда не содержит минимальных элементов, поэтому тут даже нельзя сказать, что мы строим противоречие, мы просто доказываем, что если у нас есть подножствие элементов нашего порядка, которые не содержат минимального, оно обязательно пусто. Вот это доказательство тут сейчас написано. Вот. Ну, это все. На сегодня я даже рассказал больше, чем думал, уж не знаю, насколько было понятно. И на этом, в общем-то, обязательная программа закончена. Значит, что, еще есть две лекции. Что будет в следующий раз? Как вы помните, я пол лекции в конце первого семестра посвятил необязательной теме оценкам Чебышева, а сейчас я хочу последнюю содержательную лекцию посвятить тому, чтобы объяснить все-таки, как доказывается сравнимость любых двух множеств. Это потребует использования. Да, вот такие множества называются фундированными. Я забыл сказать это слово. Фундированные порядки. Вот, на самом деле, некоторый частный случай фундированных порядков нам будет нужен для того, чтобы и индукция, которая возникает, будет нужна для того, чтобы доказывать утверждение сравнимости всех множеств. Значит, это довольно обширная тема. Я не знаю, насколько я успею понятно рассказать ее, но попробую. Значит, в крайнем случае что-то вы успеете понять из этого. Это в любом случае бонусный материал, он не входит в обязательную программу и никак не будет учитываться. Ну, колоквиума у нас уже не будет, но на экзамене задач даже про индукцию по фундированным порядкам не будет, потому что у нас не будет семинаров на эту тему. А на последней лекции я, как обычно, хочу провести консультацию перед письменным экзаменом. Последняя лекция будет, соответственно, 26 марта, 30 марта у нас письменный экзамен итоговый и, наверное, разумно посвятить последнюю лекцию тому, чтобы ответить на какие-то вопросы. То есть, в общем, правила более-менее похожие, но в чем-то они изменятся, экзамен для большинства будет очным, в общем, на разные вопросы, ну и в том числе на вопросы по поводу курса тоже можно дать ответ. Вот как-то так. А на сегодня все. если нет вопросов, будем заканчивать. Вопрос есть? Давайте. Но он не по теме. На втором курсе дискру вы тоже будете вести? Нет. Значит, ну, во-первых, курс дискретная математика 2, он, по нашим представлениям, действительно относится к дискретной математике, но все-таки сильно от нее отличается. В большинстве других вузов этот курс называется алгоритмы и логика. Теория алгоритмов и логика. но там сложно обсуждать, почему. В частности, потому что я физически не смогу вести одновременно на первом и на втором курсе занятия. У меня просто физически не будет такой возможности. Поскольку дальше идет сложный, так сказать, сложный пассианс, кто что ведет. и насколько я знаю, пока решено, что я буду по-прежнему вести в следующем году дискретную математику на первом курсе. Вот примерно такой ответ. Понял. Ну ладно. Да нет, не переживайте, там тоже хорошие люди будут. Да нет, я знаю, там вроде Дашков идет. Он у меня на паде был, поэтому... Да, я понимаю, вы его знаете? Не-не, я к тому, что я просто думал, что вы тоже будете вести? Нет-нет, я не буду. Хорошо. Ну ладно, если других вопросов нет, будем заканчивать. Спасибо большое, до свидания. До свидания.